но обзор вот этого огорода с поваленными заборами ни разу не было вот видите как тут вот тут был ход там забор до доски дополнительные вот и вот как закончилась его жизнь наверно год назад или даже меньше может два года назад вот чуваки да и люди покушали туда видите тарелочки оставили покушали прям тут вот и дальше пошли на тарелки набор от забор упал тарелки разбились вот 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 дальше да это уже на соседний участок мы прорезем пройдем вот будка собаки из полиэтилена было можно целиком частично да там не показывают тому матрас стоит в этой вот штуки матрас стоит да на ней шубы лежит и все и нихера там нет никакого толка вот тут уже затоплены видите болото где наступаешь там вода идет вот и тут был присадник такой-то не знаю год какой вот это такие заборов год наверно 80 но это вообще 70 ушло тут остатки вот этот забор только есть продираемся через крапиву пойдем очень медленно мало и что вот продираемся через крапиву и продрались тащим то вот бывшие грядки вот это я когда-то в детстве назвал гусиными лапками жрал вот эту вот хрень вот эту вот мелочь пузатую я вот это называл гусиными лапками щас не знаю что этот цветок фиг его знает я такого вообще не поначал цветок так я подожду чем-то чуть-чуть шрустит вот были качели то есть у кого-то было ребенок и вот были качели деревяшка развалилась но сами качели видите они до сих пор работают поставь только деревяшку вот эту и все будет там еще один пылесадник видите вот там огорожено вот так вот отсюда сюда так там чешлан дает это дятел видеть дятел там и по центру кадра дятел залез на высоко вот этот самая дак вот дерево и думает угрожаю ли ему конечно угрожаю то что не будет тут бы и быть он пойдет отсюда дальше вот это колодец вот у кого-то все-таки был выкопан колодец на приусаде на участке то есть настоящий колодец с водой или бочка вкопанная просто до вкопанная бочкой будут черпаешь для полива что дальше тут по заброшку вот этот стульчик стульчик режиссера вот сам андрей габзавру сидел в нем возможно навряд ли конечно но есть такая вероятность так туда дальше шибко низко до этой крапиве уже хуй проберешься вот тут ничего нет только вы постройки были да вот это тоже развалив какая-то вот это видите но тут ничего нет ладно возвращаемся назад к еще живым постройкам колодец на вода в нем есть но это бочка дает не колодец это бочка я понял вот это вкопанная землю бочка ритров 200 то есть там до дна где-то метр глубина и все и она собирает просто дождь дождевые вот эти остатки только итог наближали у код в сарае тут дрова для чего-то но в 90-е годы я объясню почему это заброшено все 90-е годы никому не надо было уже все эти огороды потом после 2000 начались раньше догороды сажали то то есть чтобы прокормиться да вот видите даже для детей вот это я не заметил вот хотя бы прям эти штуки для детей вот эти вот лесенки да все для детей вот 90-е годы это было нужно чтобы прокормиться то есть огорода засуд заслужены были картошка пушта зарплату не давали по 6 месяцев шахтера касками штучали а вот личные это уже все пропало и туда тому и дорога так так я его слепила из того что было а то что было то и полюбила вот сортир импровизированный ну-ка со скалой да со скалой это проваливается просто да это сидушка и верха от городского унитаза а внутри просто яма обычная сортирная блять так так тут тут сортир для ребенка вот там лежит кружка еще хорошие но до нее не достать поступали что да да на этой кружке это чей сортир виднее до кружки до мыльницы надо для хорошей да и тебя ебнет это крыша разваливающиеся и все и капс да тебе идиот не что туда полез вот аж не рекомендую лазь по таким местам смотрите всегда наверх вниз чтобы не было просадки плода кстати просадка пола есть я всегда уже не пошел наверное а чё еще там доски доски все по запасали доски даем тут все будет для костра есть да вот вот потом железные вставки мы видим что последний ремонт был тут то есть в нашем веке то есть до году 2007 где-то пытаясь вот эти ворота укрепить но никакого толка не было да кстати я пройдусь по главным маршрута вот главный маршрут основной да вот видите тут все крыши нет туда закрыто там соседское помещение вот и видите тут мы от молотка даже сняли вот видите от молотка или топора сняли просто ручка осталась а остальное на чечер межен чермет сдали вот вот такие дела такая вот заброшка достаточно прикольная достаточно продвинутая балансовое время вот и от этой бочки мы только мечтаем конечно но дочка у нас есть но он не вкопанная зачем вкопать бочку я не понимаю но стул режиссера у нас пока нет к сожалению вот я и буду ютубером суперским я тогда куплю себе пиздец стул режиссера ухты ковер лежит смотрите вот эта хрень до для крыши а вот это ковер лежит но он взглянул нахер блять и за ему пришла восьминожье вот выходим обратно как пришли точности по тому как мы шли а вот чем эти заборы к закрытой калитки он так остается закрытой то есть игород не ходовой а замок на ней висит с той стороны видите калитка все закрыты то есть это соседний участок от того что мы были то есть это не вот этот участок с будкой собачьи евре гуд господа вот я думаю кого-то нужно ткан то его ли кого-то делаю на веревке наебался когда он видел что он то есть это уже резко да а до забора от этой штуки но все равно наебался на ней вот и зонтик винтик какой но увидели уже в начале вот так вот пара лет проходит и возможно когда-то нашим оригинальная дача хмарей она будет такой же по ней будут лайки и безумные видеоблогеры мер мелочь шалопа и до 14-летний вот и все и все развалит что не было еще развалины но пока такого не дошло я надеюсь не скоро дойдет но если наш марганал дача хмарей до такого развалится то я ее установлю просто вот эти оргороды и объясню вот эти все что вокруг и нелегальные то есть их нельзя приватизировать и себе забрать землю вот дачу можно да то есть то есть они все нелегальные то есть вот это все сами люди от голода и голодгухи занимаясь картошкой тут сажали в 90-е годы в 90 с 80 какого-то по 90 не знаю но по 2000 то есть по 2001 максимум тут сажают и 2004 сажают самые отбитые только пушу уже в магазине был картошка дешевле чем самому вырастить вот вот такие вот дела по этим огородам и вот я надеюсь что если не будет кризиса то они не восстановятся а если будет кризис вот этих огородов вот будет расцвет кстати вот этих огорода будет расцвет если будет кризис полнейший тогда они опять вернутся то будет нелегальные легальные вот это будут полу легальные огороды а будущее нелегальные огородишки где бы все будет то же самое да вот такие вот дела господа итак продолжаем тему огородов вот как бы туда можно пройти я пытаюсь пройти вот в этом месте вот тут опять ручеек течет видите какой ручеек вот на реке уча всегда такие ручья не текут вот ты их пока не у не увидишь пока не утнешься не смарт-бар не просмотришь их вот еще один еще прыгаем еще разок я видел тут дорога идет вверх от вот этого места идет дорога вверх ну то чисто болото да вот и тут тоже видите гнилье какое-то болото 5 ручей пошли тупик вот такой же вот наш огород я рассказываю про свой город у меня такой же город да то есть он водой затоплен теперь он так был низко а теперь он затоплен водой вот кто не любит пил под биобат тот мудак генерат так вот он затоплен водой вот такой же точно так уж точно на состоянии находится да но я иду сюда иду сюда тут тоже на чей-то сет сад был да чей-то сад видите на то есть вот это все это было засажено не так давно вот видите у кого-то тут деревья расты и все такое прочее не пойду дальше тут уже кроссовки тонут я не могу идти когда кроссовки тонут к сожалению но вы поняли в каком состоянии в такой гомой огород вот я как-то показывал огород мой он вообще весь зарос вот в таком-то растении и затопила его наполовину вода тот самый игру что мы засаживали 2000 даже каком-то году тысяч втором вот он в таком же состоянии находится а вот это еще за растение не понимаю видите какая хрень розовая да вот я не понимаю чуть такое напишите если вы знаете неужто это репей напишите господа если значит такое на самом место и огорода и не пойду там невозможно пройти пока еще все еще потому что дети по берегу по берегу дорога не протоптана дорога не протоптана еще по берегу господа так что вот вон не надо туда идти видите вот одна опора до 2 опора и там от 2 опоры вон от той там еще третья опора вон там есть за вот этим ветками видите береза по центру и там мой огород я смогу пройти за только осенью кого-то дорога будет до тут доходить а пока я не могу совершенно туда пройти тут все заросло пока не расходили люди другие пусть не сами кто смелый да в кирзачах в этих сапогах резиновых пусть расходят для меня дорогу тогда пожалуйста тогда я пройду туда и засниму вам что осталось уже на новую камеру уже с хорошим звуком без ссаново всякого говна которые там снимаю обычно да вот вот это я считаю хорошим звуком и хорошей камерой то что никакой там самая синхронизации звука мне не надо делать ничего мне делать не надо надо пытаться вот так пройти конечно до туда давайте я попытаюсь вот так вот пройти только ни к чему это не приведет хорошему посмотрите я прошел опять три метра и тут развалившийся просто сара есть рухнувший на на матрас он матрас лежал в нем не кровать было в этом сарае кто-то мог спать отдыхать просто когда он не работал на огороде просто речь спать лечь отдохнуть и и все рухнуло вот и даже забором потом угородили чтобы похеру типа до сарай рухнул хуй без ним да и вот ручей течет до какой-то да и в нем вот эти цветы пожалуйста объяснить мне что вот это такое господа если вы смотрите объяснить мне что это такое не уж это репей объясните мне пожалуйста да очень вас прошу их тут много да они цветут ручья исключительно да каком-то в мокрых местах в ручья и во всем таком прочем вот на том я ухожу уже точно вы там держитесь вот такой забор себе не строите из старых кроватей если вы не построить себе такой забор из старых кроватей вы будете очень хорошими людьми конечно же и вы будете молодцы вот вот мы там были там мы обзревали тут мы проходили там мы мыли лапы все в одном месте было кутнайс